Ассаламу алейкум дорогие телезрители с вами программа семейный доктор сегодня мы в пятой клинической больнице города Алматы тема нашей передачи тугоухость о том что она из себя представляют расскажут врачи-сурдологи и сурдопедагоги а также сегодня у нас в программе будет героиня которая приехала к нам с Козеларды не переключайтесь будьте с нами будет интересно райхан студентка колледжа новых технологий города Ахтубе приехала к нам с Козелардинской области Козелинского района лор врачи Козелинской поликлиники констатировали ей диагноз тугоухость второй степени и направили ее по порталу в ГКБ номер 5 города Алматы для дальнейшего обследования и тактики лечения Ахтубе Прежде чем поставить диагноз, врач-сурдолог обязательно должен провести обследование, чтобы назначить дальнейшую тактику лечения. Мы начинаем процедуру, которая называется аудиометрия. Некоторые называют слуховой паспорт пациента. Без этой процедуры практически ни один лор-врач не должен начинать осмотр больного. Ни один. Это как высушить больного, показать язык детскому врачу. Точно так же любые проблемы уха, горла, нос должны начинаться с аудиометрией. Плоховато, в первую очередь, конечно, слышат. И сейчас мы постараемся узнать, насколько глубоко патологический процесс развился. Расскажу, какие перспективы, вылечим это или это уже поздно. И мы эту процедуру начнем. Я говорю, все гениальное, просто говорят. Одеваем наушник. И практически с этого и начинается наш старт. Процедура занимает минут 15-20. В некоторых случаях иногда может идти 30 минут. Но в целом неинвазивно называется этот метод. То есть не нужно ничего резать, не брать кровь. И его значение нельзя переоценить. Сейчас мы начнем. Вас зовут Райхан. Я вам буду подавать звуки. Если вы услышите, будете нажимать эту кнопочку. Не слышу, не нажимаю. Ошиблись, не переживаю. Вот. Сидим спокойно, расслабленно. Обязательно красное надо не забыть одеть на правое ухо. Начинающие аудиометристы-то ошибаются, путают ухо. Синий отодеваем на левое ухо. Мы начинаем эту процедуру. Пока врач-сурдолог проводит диагностику, я вам, дорогие телезрители, поподробнее расскажу, что из себя представляет аудиометрия. Это процедура, позволяющая определить остроту слуха и выявить нарушения, если таковы имеются. Посредством данного метода исследуют индивидуальную чувствительность к разночастотным звуковым волнам. Самым важным показателем, который определяет аудиометрия, является острота слуха или порог слышимости. На сегодняшний день выделяют три варианта аудиометрии. Это речевая, тональная и компьютерная. Данная процедура исследует порог слышимости тонов различной частоты. Звуковой диапазон частот составляет от 125 до 8000 Гц. В ходе процедуры специалисту необходимо определить минимальный уровень слышимости больного. Помимо этого, с помощью тональной аудиометрии можно определить и максимальный порог. Мы поставили специальный датчик, вторая часть процедуры. Мы проверили перспективы. И могу сказать, что если операция будет сделана даже на удовлетворительную, на четверочку, она будет хорошо слышать. То есть у нее нет глубоких осложнений. Под Айгашикэр, видите, ситуация такая, что когда ухо постоянно открыто, постоянно гниет, она может разрушить даже мозг. К нашему счастью, она не ушла далеко. То есть у нее повредились очень тонкие структуры, структуры слухового нерва. То есть это как аппендикс мозга назовем. Они не повреждены. Райхан, мы закончили обследование. У вас, к сожалению, вторая, третья степень тугоухости. У вас называется диагноз кондуктивной тугоухости второй, третьей степени перфоративной. Хронический оттит среднего уходит. Вам не рекомендована операция тимпанопластика. Простыми словами говоря, операция, включающая в себя санирование, купирование, воспаление, восстановление косточек среднего уха и барабанной перепонки. В принципе, это уже все несложно. Остались просто формальности. Портал. Мы с удовольствием вас прооперируем. И операция, говорю, прогноз очень перспективный. Вы будете очень хорошо слышать. Мы надеемся, что операция по восстановлению слухового аппарата Райхан пройдет успешно. И, конечно же, мы желаем ей скорейшего выздоровления. Слух – один из органов чувств. Я бы назвал его самым, наверное, главным. В принципе, есть такое избитое уже философское изречение Канта, которого я не читал. Но читал это его изречение. Потому что оно везде уже избитое. Что слепота нас отделяет от вещей. А глухота нас отделяет от людей. В этом, наверное, действительно ключевой корень в том, что без слуха, без умения слушать, невозможно жить, не общаться. То есть слух – это, я скажу, самый важный орган, чувство, самый важный. Но есть место быть самого разного рода патологиям и заболеваниям, которые могут привести к глухоте. И одно из них – это тугоухость. Нейросенсорная тугоухость – это говорит о том, что потеря слуха или снижение слуха. Есть два вида нейросенсорной тугоухости. Одна из них называется кохлеоневрит. Другой вид – это кондуктивная тугоухость. Неврит слухового нерва или нейросенсорная тугоухость, она может быть или острой, или хронической. Острой возникает вследствие спазма сосудов. Если спазм сосудов идет к волоскам, которые переводят звуки в импульсы, тогда они начинают отмирать, и, соответственно, нерв тоже. И это называется острый кохлеоневрит, который возникает первые… Вот сегодня, например, пациент уснулся слухом, а утром он просыпается уже без слуха. Лечение острого кохлеоневрита заключается в экстренной госпитализации. Необходимо госпитализироваться, принимать препараты, которые сосудорасширяющие препараты, и питающие нерв для того, чтобы восстановить. Восстановление возможно в первые 10 дней. Кондуктивный – это самый банальный ваш ребенок случайно запихал себе в ухо пуговицу. Естественно, он начинает хуже слышать, плохо слышать. Если убрать пуговицу, то он начнет слышать практически 100%. Это и есть кондуктивный. То есть кондуктор не довел, который слух заходит в ухо, он его не довел до нашей, назовем, центра слуха в головном мозгу. Вот. Кондуктор не вышел на работу, назовем, потому что ему как бы эта пуговица помешала, перекрыла дорогу. Та же серная пробка, если она в большом количестве, если у вас есть привычка, а нельзя чистить ухо самому никогда. То есть это не наше ноу-хау казахстанское – не чистить ухо. Если вы откроете сейчас массовый интернет, что профессоры любой страны вам скажут – нельзя чистить ухо. Это самоочищающий орган. Поэтому кондуктивный тугоухость, как вы поняли с моего примера, это самый такой, назовем, легкий спорт. Легкая форма. Легкая форма. И она, в принципе, относительно легко излечивается. Какие могут быть причины возникновения тугоухости? И какой симптоматикой сопровождается это заболевание? Причина может быть в том, что у вас есть остеохондроз, нарушение шейного отдела позвоночника. Потому что у нас есть артерия, вортобралис называется, позвоночная артерия, которая ведет артерию к околоушной. Околоушная артерия, вот она именно дает питание нашему нерву. И если в этом месте у вас есть проблемы, у вас есть отлокосоли, или вы, например, неправильно там делаете какие-либо движения, да, вот шею, вдруг вы сделали неправильное движение, может там тоже или сужение просвета артерии. И, соответственно, питание к околоушной артерии идет очень мало, кровь мало поступает. Соответственно, кровь мало поступает к клеткам, к нервным клеткам. И, соответственно, они постепенно начинают отмирать. Или, когда резко возникает острый кохминеврит, он может и быстро. Вот сегодня ночью не было питания, вот, например, не питались наши клетки. И, пожалуйста, возник острый кохминеврит. Процентов 10 – это генетически, конечно, есть предрасположенность. Это есть такой ген кониксин, который передается. Но даже он передается рецессивным путем. То есть, если один из родителей не имеет этого гена, то ребенок будет слышать по-хорошему. Ну, первый симптом, конечно, самый, который на поверхности, это, конечно, плохо слышит, да, это раз. То есть, акают. И многие, говорю, не обращают даже внимания. Уже весь класс бывает смеется над ребенком, который на каждый вопрос, на каждое предложение выйти на переменку. Говорит, а, а, а. А родители это не обращают внимания. При тугоухости существует два метода лечения. Это консервативный метод и хирургическое вмешательство. Есть такой, знаете, базовый закон, закон нашего учителя Пирогова, где гной, там скрой. То есть, раньше мы почему их не скрывали, да, где гной? Потому что техника была топорная. Реально, еще вчера, в 2000-х годах, мы работали стамесками, молотками, долото было. И, естественно, мы боялись, да, навредить. Поэтому просили Бога, чтобы этот гной, который идет, не ушел в мозг. Да? Или пытались там таким, говорю, все-таки травмировали, убирали очень много тканей. Сейчас это микрохирургия, микрохирургия, микроскопы, очень хорошие разрешаемости. И, в принципе, практически, могу сказать, из 199 мы легко помогаем и получаем ошеломительные результаты, да, то есть лечение. Вот. Естественно, есть медикаментозное лечение правильное, да. Вот эти наши знаменитые гаймориты, которые у всех практически алматинцев, гаймориты, фронтиты, синуситы, да, все болит. Сейчас их и с проколом, и без прокола. Очень много направлений, школ просто очень много. Московские школы есть, да, там, школы ярославские, российские школы, немецкие. И, в принципе, мы учимся в разных направлениях. Был период, что мы чаще ездили в Европу, чем в Россию. Поэтому все направления, которые у нас, мы пользуемся, способы лечения, они европейского направления, европейского уровня. Дорогие телезрители, мы сейчас около кабинета реабилитации, где педагог-сурдолог работает с ребенком. Давайте посмотрим. Салеме, здравствуйте. Салем. Расскажите, пожалуйста, нам поподробнее о этом кабинете. В нашем кабинете обслуживаются не только дети, но и взрослые. Наши поликлиники и города. Обращаются люди с различным заболеванием, не только с тугоухостью и с глухотой, но и с различными речевыми нарушениями. К сожалению, а может и к счастью, застать пациента с тугоухостью у нас не получилось. Но нам педагог-сурдолог рассказала много интересного по части развития речи и показала нам пару упражнений. Салемыз бірге. Ну вот получается, смотрите, после вот таких вот упражнений ребенок в течение какого времени, периода времени восстанавливается? То есть вот речь его, внятность, четкость речи? По состоянию пациента. Потому что каждый ребенок идет по-разному. Кто-то идет где-то определенные, ну где-то полгода. Кто-то идет год или больше. Все зависит от ребенка. Сказать, что вот они через три месяца, через два месяца агроматизмы уйдут, не смогу. Так сказать, потому что нужно определенное время. Профилактика, назовем слуховой функцией, да, профилактика вот ушей, да, то есть чтобы не было заболеваний, она в принципе, маленькое напряжение, маленькое усилие, оно может привести к очень хорошим большим результатам. Если вы приняли душ, пожалуйста, хотя бы в течение двух часов не выходите на улицу, да. Если вы после бани не ездите в машине с открытыми этими окнами, вот. Высушите голову, да. Если вы заболели, чувствуете температуру, нос не дышит, то лучше отлежаться дома три дня, в принципе. Конечно, не заниматься самолечением, профилактика. Всегда обратитесь к врачу. Слух – это один из драгоценнейших даров Всевышнего. Посредством нашего слухового инструмента мы можем погрузиться в мир звуков, которые отчасти с собой несут знания о созданном вокруг нас мире. И если у вас есть проблемы со слуховым аппаратом, вам необходимо просто соблюдать меры профилактики. Ну а на сегодня все. Берегите себя и будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова